Многих усальчан беспокоят растерзанные домашние собаки. Ситуация с участившимися случаями растерзывания теперь на контроле прокуратуры. Местные жители обратились в надзорный орган. Ранее Министерство природы опровергло наступление стаи волков. Как оказалось, орудуют бродячие собаки. После проверки правоохранителями были выявлены нарушения. Полномочия в этой сфере переданы администрации города. Обязанности по вылову животных без владельцев осуществляла служба по обращению с животными без надзора. Выяснилось, что работы в указанной сфере не проводилось. В связи с угрозой безопасности жизни и здоровья граждан и нарушением их прав начальник управления благоустройства города внесли представление. В прокуратуре дополнили, что глава управления рассмотрел представление и устранил нарушение. Сейчас проводятся необходимые мероприятия. Центробанк запустит с 1 апреля пилотный проект по операциям с цифровым рублем с 13 банками. Об этом сообщила зампред Ольга Скоробогатова на форуме «Кибербезопасность в финансах». Банки уже подтвердили свою готовность. Пилот пройдет на реальных операциях и клиентах, но на ограниченное количество. Правда, обычные клиенты не смогут участвовать в тестировании на первом этапе. Регулятор после завершения определит, как будет происходить масштабирование. Клиентов в банке определяют сами. Ранее Банк России сообщал, что планирует с 2023 года начать тестирование цифрового рубля. Запуск его обмена на иностранную валюту и открытие кошельков нерезидентом может произойти с 2024 года. В Прикаме будут развивать новые направления туризма. Депутаты ЗАГСобрания в первом чтении приняли поправки в закон о туризме и туристской деятельности. Там закреплены новые приоритетные направления для господдержки. Этот список пополнился социальным, детским, сельским и самодеятельным туризмом. А по действующему законодательству поддержку оказывали деловому, культурно-познавательному, событийному, активному и лечебно-оздоровительному туризму. Новые направления смогут развивать за счет региональных средств через участие в грантовых конкурсах. Кроме того, новый перечень приводит региональное законодательство в соответствии с федеральным. Новости коротко подготовила Ксения Калугина.